Субтитры создавал DimaTorzok Сложностях и радостях, равнодушии и отзывчивости Девизом конкурса служит цитата Сергея Михалкова Сегодня дети, завтра народ И действительно, литературный конкурс помогает авторам найти дорогу к детям Которые хотят взрослеть с увлекательными и талантливыми книжками Локациями в этих книгах служат заброшенная больница Детский лагерь отдыха, школа и улица, городские окраины, престижный лицей и даже величественный Алтай Авторы поднимают такие темы, как преодоление комплексов из-за физических недостатков Борьба с пустотой в душе, переживания из-за развода родителей Поиск верных друзей, обретение гармонии в жизни и первая искренняя влюбленность Предлагаем вашему вниманию обзор книг, которые имеются в фонде нашей библиотеки Книга Виктора Штанько «Трудно быть другом» состоит из двух повестей «Маленький человек в большом доме» и «Трудно быть другом» В них автор говорит с читателем на непростые темы О преодолении комплексов, связанных с врожденным физическим недостатком О наркотиках, проблемах с мигрантами и скинхедами О трудностях взросления, черствости и человечности Но несмотря на неблагополучные семейные и социальные ситуации, в которых попадают герои В повестях нет безысходности, всегда находится тот, кто готов помочь Герой повести «Сто фактов обо мне» Ирины Андриановой, 16 лет Он учится в лицее, у него полно друзей в школе и в сети Он часами сидит в интернете, собирая прикольную информацию из разных сфер жизни Читает по сто фактов о своих одноклассниках и сам включается в эту игру Одним словом, занят под завязку, скучать абсолютно некогда Тем не менее, ощущение пустоты, одиночества не покидает его Он пытается разобраться в причинах и исправить положение Сборник Надежды Васильевой «Гагара» состоит из двух повестей Герой первой повести, давшей название книги, влюблен в девчонку по прозвищу Гагара С детсадовского возраста, но ведет себя так, что та готова бежать на край света от этой любви После того, как она в очередной раз отшила его, случилось непоправимое Как избежать подобной беды? Как научиться уважать и ценить чужие чувства? Как жить так, чтобы вокруг тебя царили мир и согласие? Герою второй повести по прозвищу Гуманоид Это удается, хотя и не сразу Ведь Митька Гуманоид, следуя завет своего любимого деда, способен понять другого и умеет любить, терпеть и прощать В книге Михаила Соловьева «Переход» застегнутые непогодой юные рыбаки вынуждены заночевать на берегу Байкала Под утро один из них находит засохшую лапку почтового голубя с привязанной к ней колбой с письмом Колба запечатана сургучом, на котором выдавлены цифры 19.11 Это послание вековой давности становится началом целой цепочки захватывающих событий, связанных с путешествием по следам пропавшей экспедиции в места древних поселений Подростки и взрослые, решившиеся в этот поход, даже отдаленно не могли представить себе, с какими неожиданными и таинственными вещами, связанными с технологиями древних, им предстоит столкнуться В книге Татьяны Корниенко «Херсонеситы» рассказывается о том, что больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове процветал могучий греческий город Херсонес Там жил 14-летний мальчишка, не совсем обыкновенный, хотя и похожий на своих сверстников Такой же смелый, честный, спортивный, как и многие молодые граждане Херсонес Отличался он только тем, что обладал даром ясновидения и хранил тайну, доверить которую мог лишь 23 века спустя нашему современнику, подростку из города Севастополя В книгу Ивана Орлова «Прикольные игры на краю света» вошли повести Джульетта в городе псов, бои без правил и поцелуй дракона На городской окраине, названной местными жителями Краем Света, у ребят строгое правило Ни при каких условиях не рассказывать взрослым о своих проблемах, не жаловаться им на обидчика Мальчишки трех поколений семьи Величко свято чтят этот закон Но что делать, если на твоего друга объявили охоту бандиты? Как защитить своего отца от подручных взорвавшихся конкурентов? Чем помочь несправедливо обвиненному брату? Со всем этим предстоит справиться героям повестей Ивана Орлова Повесть Светланы Лобузновой «Билет до луны» расскажет о жизни воспитанников детского дома Попавшие туда в силу различных обстоятельств ребята, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю Не теряют человеческого достоинства, умения сопереживать друг другу и взрослым, которые окружают их Единственное, что они не прощают ни сверстников, ни педагогов, это равнодушие Сборник Татьяны Шипошиной «Ангелы своих не бросают» состоит из двух повестей Ангелы своих не бросают и окончание сказки Бывают в жизни ситуации, когда кажется, что выхода нет и у тебя опускаются руки Но помощь все-таки приходит и при том оттуда, откуда ее совсем не ждешь Совершенно незнакомый байкер вдруг заметит тебя в толпе и станет ангелом-хранителем Больничные уборщицы заставят поверить в себя Верные друзья помогут жить полной жизнью и не сдаваться, несмотря на страшный диагноз В повести «Ключ от города Антоновска» Михаила Логинова рассказывается, как много можно изменить, если бороться до конца Над городом нависла экологическая угроза, которой взрослые не в силах противостоять И тогда на защиту родного Антоновска встают дети У каждого из ребят, кроме защиты городка, есть и свои личные, не менее важные проблемы Но со всеми этими трудностями помогут справиться дружба, взаимовыручка и старые добрые книги Следующая книга, с которой мы хотим вас познакомить Это книга Валерия Клячина «Страшная тайна братьев Кораблевых» Казалось бы, ничто не может нарушить спокойствие маленького села Архарова в российской губинке Даже озеро, на берегу которого оно расположено, называется Тихое Однако все меняется, когда на соседней турбазе появляются городские бандиты И объявляют войну своему соседу-фермеру Смогут ли архаровские ребята, Колька и Сашка Кораблевы, спасти свое село и озеро? Смогут ли защитить их самых старших, брат Иван Фронтовик и разведчик Дед Василий? Об этом вы узнаете, прочитав повесть Повесть Ольги Колпаковой «Луч с широкой стороной» расскажет о летнем отдыхе большой дружной семьи Родителей троих детей из Екатеринбурга После двух дней, проведенных в Аркаиме, древнейшем поселении индоевропейцев России и модном месте паломничества любителей всяких духовных практик, отец ведет семью на свою родину в предкуре Алтая И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят неожиданные вещи Исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе Каждому находится дело по душе И у всех троих исполняются самые заветные желания Младший брат находит настоящего друга Старший встречает свою первую любовь А сестра, 13-летняя Дина, начинает понимать, что в жизни есть вещи поважнее ее гламурных заморочек, типа модных штанов Афгани и лазерного пилинга Это реальная помощь конкретным людям и прочим божьим созданиям Пропала девочка, Аня Берс Так начинается первая повесть Инны Монаховой «12 зрителей», давшая название этой книги История 15-летней школьницы рассказана 12 людьми И близкими ей, и случайными знакомыми Они словно присяжные, анализируя ее поступки Приглашают и читателя задуматься и составить свое мнение Но уже о каждом из персонажей Любимое занятие в жизни героя второй повести Первый шаг – танцы Рил и пасадопль, балет, хип-хоп Неважно, главное – чувствовать ритм Но что делать, если не все получается так, как хочется Один ответ – преодолевать трудности и идти к своей заветной мечте Книга Ирины Дегтяревой «Степной ветер» расскажет о том, что все 11 лет своей жизни Мишка Потапов прожил на хуторе рядом с конезаводом своего отца Но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной Зато хулиганить и находить приключения на свою голову умел виртуозно Можно сказать, в этом и был его главный талант Но однажды отец привез молодого коня Белоснежного и озорного, как сам Мишка И что-то изменилось в Потапыче Он стал медленно и трудно взрослеть В книге Адели Амраевой «Германия» вы узнаете, как тяжело за несколько лет лишиться всех друзей, чьи семьи уехали в Германию И при этом еще изучать немецкий – язык ненавистной страны, из-за которой пришлось остаться в одиночестве Вдобавок, одноклассники-англичане стали обзывать немецкую группу фашистов Сможет ли Дельнас найти новых товарищей, выучить немецкий и перестать обижаться на страну, которая перед ней ни в чем не виновата? Уважаемые читатели Книги помогают пересмотреть свои взгляды на жизнь Учат быть добрее, а также помогают найти выход из любой ситуации Даже если кажется, что вариантов больше нет Произведения рассчитаны на средний и старший школьный возраст Также они будут интересны родителям, которые хотят научиться понимать своих детей-подростков Субтитры создавал DimaTorzok